потом смотрите ну вот что такое протест что такое стоять на площади это долго здесь например в киеве это называют майданами да это долго к этому надо быть готовыми морально к этому надо быть готовыми физически и поэтому обязательно надо себя подготовить ну что значит себя подготовить во первых все должны понимать что длительное время нужно будет подзаряжать телефон и так далее берите с собой барбанки экономьте зарядки и так далее во вторых надо всем понимать что нужны будут напитки нужны будут салфетки гигиенические нужны будут определенные даже лекарства да допустим чтобы люди которые вот допустим страдают какими-то там мало ли у кого-то аллергия берите свои таблетки то есть головная боль еще что то но вы должны какой-то определенный определенную аптечку иметь потому что вы идете надолго это тоже важный фактор это то что будет придавать вам уверенность вы стоите на площади там у вас забилось сердце от волнения пусть у вас будет в кармане нужная таблетка в конце концов это не помешает но зато у вас будет элемент уверенности в том что что-то у вас есть что вам поможет потом для того чтобы вот выстоять все эти часы длинно обязательно конечно надо понимать что мы должны стоять со смыслом во первых нам нужно будет проговаривать какие-то кричалки в этот раз все кричалки надо продумать заранее и они должны быть созвучны с нашими требованиями вот мы в комментариях к одному из видео обнаружили замечательную кричалку какая-то оставила женщина комментатор и я считаю что надо брать за основу ее и такого плана кричалки нам нужны там довольно простые слова за страну за народ лживым выбором бойкот вот эту кричалку вот мы ее прямо оформим обязательно в плакат чтобы ее все запомнили это надо брать за основу и таких нужно несколько и кричалки которые будут обращены к полицейским так чтобы можно было коротко кричать полиция с народом да это замечательно но может быть еще что-то более лучшее мы придумаем нам очень нужны кричалки которые мы будем адресно проговаривать именно они легитимности выборов о том что нам нужны честные выборы что нам нужны наши права избирательные равные избирательные права для всех вот в этом плане нам тоже надо придумывать я прошу местных поэтов подумать о том чтобы были какие-то лаконичные очень емкие кричалки уже все из культуры протеста и я очень прошу активно к этому приобщаться и думать о том какими с какими словами выйдем для того чтобы завтра в едином то есть вот только первая буква прозвучала от этой кричалки все люди понимали о чем речь потому что завтра единым голосом мы должны будем эти кричалки на наших площадях проговаривать чтобы люди ясно понимали с какими требованиями здесь стоит протест что требует и протест у нас бастандык не забываем это слово достаточно просто кричать бастандык это уже будет понятно предлагают в чате я видела ваше обсуждение предлагают брать свистки предлагают брать какие-то такие вот вещи которые будут создавать иллюзию барабанного боя это вот мы все уже обсуждали в предыдущих перед предыдущими митингами что достаточно в пустую бутылку набросать камушков и вот вам уже барабан понимаете и поэтому также можно будет нашим выйти с таким-то ритмом который будет поднимать дух это тоже очень нужно а обеими руками за музыкальные инструменты если кто-то из музыкантов готов лить и я вообще за творческих людей люди творческие которые могут принести музыкальные инструменты люди которые умеют петь люди которые умеют рисовать любые творческие проявления которые смогут украсить наш протест сделать его более радостным более позитивным да пожалуйста вот все абсолютно предложения ваши это вам там стоять ребята мы будем вот здесь с болью с надеждой там затаив дыхание наблюдать за тем что происходит но это вам стоять там и поэтому вы должны все продумать если у вас есть возможность прийти с гитарой тем более со скрипкой а еще лучше с трубой да боже мой это так прекрасно несите свои инструменты это будет самый лучший протест в истории казахстана жмите на колокольчик чтобы первыми узнавать о новых видео подписывайтесь на каналы 1612 в инстаграм и телеграм